здравствуйте с вами михаил кириченко вы смотрите новости skyway в которых мы рассказываем вам разработках и внедрения прорывных транспортных технологий на прошлой неделе мы уже рассказывали вам о монтаже последних ферм на главном участке километровой городской пассажирской трассы сегодня вы узнаете более подробно о том через какие трудности пришлось пройти для того чтобы оказаться на данном этапе развития проекта кое-какие подробности для вас станут ясными о путевой структуре и подвижном составе о сроках ввода в эксплуатации к технопарка skyway и можно ли было кое-что или что-нибудь точнее сделать быстрее ну и естественно многое другое лучшего экскурсовода по экотехнопарку чем сам генеральный конструктор закрытого акционерного общества струнной технологии анатолий эдуард еще низкий естественно не найти кое-что из того что вы услышите будет для вас новым поэтому затаить и дыхание но начинаем и наш репортаж с ответа на один из наиболее часто задаваемых вопросов так что же из себя представляет разгонный участок скоростной линии это неразрезная предварительно напряженное рельсо ферме на струнная конструкция которая еще является статистически ни определимо потому что на ее напряженно состояние влияет и температура воздуха потому что при одной температуре вот одно напряженное состоянии по другой температура будет другой в отличие от балочных простудии есть температурные швы там работник независимо от порудов так поэтому когда вот полностью смонтировано, здесь деформации не будет. Длина будет неизменна, потому что длина, расстояние между анкетными опорами не меняется. Они стоят жестко, прочно. Кстати, когда мы натягивали, есть канаты, и суммарное натяжение сейчас трубы натянуты, ну, корпуса рельсов, до 60 тонн при этой температуре, а струны до 90 тонн, это 150 тонн. Мы фиксировали смещение опор анкерных. Одна опора сместилась на 3 миллиметра, другая опора на 5 миллиметров. Это допустимо? Да, конечно. Допустимо перемещение до 10 сантиметров при монтаже. Поэтому это лучше даже, чем ЭЖБ. Мы все правильно рассчитали. Поэтому расстояние между анкетными опорами не меняется, длина не меняется, перемещения не будет. Но сейчас-то она не закреплена, не заневолена в концах, да, поэтому в конце могут свободно перемещаться. Если мы вот построили бы вот эту трассу и не предприняли какие-то меры специальные, то можете представить, что перемещение концов было бы 25-30 сантиметров. Вот. И все в опоре просто повалило. Просто их сломало бы, да. Поэтому, естественно, мы сделали технологический температурный шов в середине трассы, чтобы было по концам возможность перемещаться и посередине. И тогда вот эти технологические режимы, ну, во время стройки, да, температура ночью понижается, днем повышается, причем может упасть и на 20 градусов температура, да, чтобы вот не было этих больших перемещений и чтобы опоры не были повреждены. Поэтому там температурный шов стоит, а в конце сейчас свободно, так? И когда мы поставим крайние пролеты, то там уже возникают проблемы, что концы начнут перемещаться, ну, во время монтажа, причем монтаж займет не один день, это же надо пролеты смонтировать, потом протянуть канаты, потом их сделать анкера, тем более они не простые здесь анкера, анкерные крепления, потому что здесь усилие больше, гораздо, уже под тысячу тонн, ну, в расчетах это при минус сорока градусах. При этом у нас левая и правая рельсы, и, соответственно, фермы под током, потому что так и все у нас будет с колес, у высокоскоростного юнибуса, так? Поэтому фермы электроизолированы друг от друга, и от опор, они стоят на изоляторах, и на анкерной опоре они должны быть электроизолированы от несущей конструкции. Представляете, не просто усилие тысячи тонн должно прийти, а нужно прийти через электроизоляторы, которые должны выдержать нагрузку и, ну, нормально себя, как бы, ну, зарекомендовать, да? Это все тоже мы спроектируем, мы все это сделаем. И поэтому, когда этот монтаж будет идти, а потом еще бетон мы даже закачиваем, да, это займет, ну, это большее место займет. В это время можно просто произойти разрушение технологическое все эти конструкции. Поэтому концевые вот эти пролеты будут сделаны определенным образом, чтобы не повредилось при изменении температуры ни фермы, ни анкерной опоры, ни анкерной крепления. И поэтому некоторые вещи идут, ну, медленнее, чем непосвященным кажется, потому что они не понимают, что, что это такое, что происходит здесь. Они не представляют конструкцию, не представляют, как она работает, да? И мы планируем уже в апреле месяце повесить сюда юнивеса. Да, где-то в конце. Это в наших планах, да? Потому что, ну... А высокоскоростной когда уже будет готов, когда уже пойдет? Ну, хотя бы здесь, чтобы, ну, не на полной скорости, ну, хотя бы испытать, увидеть его. Вот спрашивают все. Скоро-высокоскоростной юнивес спроектирован. Вот там уже последние только детали проектируются. Ему уже, собственно, значит, изготовление, да? Мы изготовили его не раньше, к концу года. Это очень сложная машина. Опять же, я там даже в сетях там читал. Да что там, господи, этот юнивес или юнивбай? Да там поставишь от кофемолки моторчик. Да он и поехал. Что там это из картона все? Это любой дурак может сделать, да? Но не понимают некоторые товарищи, что это настолько сложная техника, что наш высокоскоростной юнивес, он не проще самолета. Причем никакого там, там, какой-то летающей этажерки, братьеврайд, да. А современного, какого-нибудь, Боинга, это не... А в чем-то он и сложнее, в чем-то. Потому что он полностью в автоматическом режиме работает, в частности. А там все-таки пилот садит, и он взлетает. А здесь полностью все работает на автоматике. И механическая часть, но очень-очень сложная. Там же обороты колеса. 5-6 тысяч оборотов в минуту. Там огромная скорость. Там такосъем при таких скоростях идет. Это все тоже сложнее, что там процессы происходят. Это не так все просто сделать, как кажется. Но, тем не менее, мы делаем это очень быстро. Потому что, да, по сложности это самолет. Ведь, фактически, мы его начали проектировать, когда приехали только в Беларусь. Это меньше двух лет назад. Так вот, он уже на выходе, эта машина, да. А вот, допустим, три страны решили сделать новый самолет. И создали компанию «Арбас», и начали проектировать самолет. И АТ-180, ну, известный этот самолет, самый большой пассажирский самолет в мире, проектировали 12 лет. Затратили на это 12 миллиардов евро. А потом еще три года изготавливали оптопартию. А потом еще несколько лет испытывали. Так мы же делаем аналогичные вещи. У нас нет миллиардов долларов, евро. У нас нет десятилетий. Понимаете? И тем не менее, мы делаем, и все работает. И Юнибай побежал. Побежал с расчетным хризисом. Да, там есть какие-то недостатки, мы знаем, мы их устраняем. Там шум больше, чем мы ожидали. Ну, потому что еще по пустой трубе ездили, да, она резонировала, так. Но все равно надо усилить, было звукоизоляцию. Мы это усилили. Все равно... И вот, благодаря только этим вещам, мы уже понизли на 10 дБ шум. Мы тоже это меряем, да. Или взять, допустим, там же трубы имеют определенную длину, ее надо привезти с завода, да, и потом смонтировать. Поэтому они сварены в стык, причем сварка должна быть равнопрочной. Тоже не простое дело, потому что трубы имеют разный размер, разноточены стены. Одни бочкообразные, другие, наоборот, стенки вогнутые, да. И это надо все сварить заподлицо. И сделать равнопрочный шов, достаточно прочный. И вот, когда сварщики-то варили, есть чертежи, есть документация. И надо было швы защищать. Они перестарались. И болгаркой. Но у нас нет еще пока оснастки. Мы их сейчас сделаем, мы их сделаем, да. И поэтому ямки получились там, где швы. И там теперь колесо стучит. Потому что там нет теперь шва, но есть ямочка. А это уже влияет на звук, да. Поэтому, естественно, мы это устраним. Не знаю, что это недопустимо. И поэтому это уже тоже будет контролироваться, более жестко такие вещи, да. И у нас уже будет своя оснастка специальная, чтобы защищать сварные швы. Чтобы не было вот такой проблемы. Поэтому здесь уже этого не будет. Антон Георгиевич, а напрашивается такой вопрос. В связи с тем, что столько нюансов, что такая сложность. Технология реально инновационная. Насколько возможным будет ее массовое производство? Как мы и заявляли, строительство одного километра в сутки. Ну, то есть у нас сейчас Боинги сейчас тоже кипают уже сотнями. Хотя первое было, ну, медленное производство. Это естественно. Километра в сутки – это реальная цифра. Там технологии будут отличаться, конструкции будут отличаться. Здесь мы проверяем принципы, концепты. Это тестовые участки. Это делается в логику на 200 лет исследований, испытаний, совершенствований. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте. Поддерживайте наш проект. И тогда все ваши новости превзойдут все самые смелые ожидания. Строй SkyWay. Спасай планету.